Добрый вечер Добрый вечер И ваши аплодисменты Она приехала к нам в Беларусь 10 лет назад, спасая от бомбежек в Горловке своих детей Давайте поприветствуем Наталью Анатольевну Гороган Наталья Анатольевна, я знаю, что в Горловке остались ваши родители и старшая дочь Скажите, как у них там дела сейчас? Ну, сейчас сложно Как и везде у меня на родине На любимой родине А как младшие дочки? Вы с младшими приехали сюда, да? Да, у меня трое дочерей прекрасных Старшая там с двумя внуками А средняя здесь и меньшая Знаю, что они до сих пор пугаются громких звуков, да? Да, меньшая девочка только вот недавно перестала бояться грозы, взрывов фейерверка А вы сами, как ваше состояние? Привыкли немножко к спокойствию, к мирной жизни? К спокойствию, да К миру, к красоте Леса очаровали, люди очаровали Доброта Мы стали теплее Мы оттаяли от боли, от всего Это очень хорошо Хотя Все равно боль есть Родину никто не отменял Поэтому все равно душа болит за родными, за детьми За пением наших птиц, за ститными травами За всем этими А давайте подробнее услышим вашу историю И посмотрим, как вы живете Внимание на экран Приехали из города Горловки, Донецкой области Спасая своих детей от войны От ужаса войны, от страхов, от боли, от смерти Мы приехали сюда временно Думали, что здесь месяц-два и закончится там это все безумие Но затянулось на 10 лет Ну вот с этого вокзала и началась вся моя история В городе Жодино, в Белоруссии Первая страничка в моей жизни здесь открыл Жодинский детский дом Я никогда не думала, что я буду здесь работать Даже не мечтала об этом Потом детский дом закрыли И я осталась без работы Жодинская женская гимназия Еще одна страничка в моей жизни Сюда я хожу каждый день Кроме выходных Я здесь работаю уже 6 лет Есть свои наработки И есть свои ученицы Самые любимые, самые хорошие Здесь мы растим девушек Которые в современном мире Могут себя как-то определить, показать Вот это картина моей дочери Она как раз олицетворяла это Вот девчонок женской гимназии Здесь проходят уроки обслуживающего труда Мы изучаем блюда разных национальностей Потому что мы национальный народ Женщина это мама, это хозяюшка Без женщины очень трудно создать уют Когда в дом входит женщина, дом расцветает А ведь в этом залог женщины Здесь атмосфера, которая располагает Быть творческим человеком Любить детей, чему-то стремиться И естественно, жить Просто жить Я приехала сюда с двумя девочками Потом уже в 15-м году, в феврале Приехал муж Потому что еще сильнее стали обстрелы И они тогда со старшей дочерью сюда приехали Дочь тогда на тот момент вышла замуж И мы выяснили, что девочка наша беременна И она приняла решение уехать к мужу Родить там ребенка И у нас там появился в Донецке первый внук Мы были как первопроходцы Люди не знали, что с нами с бежицами делать Нет документов, нет вида на жительство К нам потом на встречу пришли люди Получили жилье Я поступила на работу в детский дом А муж устроился на БелАЗ Жаль, мы с внуками видимся очень редко Вот мои внуки, наши дети Мы уже дни считаем, когда мы с вами увидимся Наталья Андреевна, которая так поет Наталья Андреевна, она вам очень подойдет И когда я ее нашла, я долго искала Все как-то так Но мы встретились И когда она запела эту песню Наталья Анатольевна, что заставила вас взять и уехать из родного города? Понимаете Ни одна мама никогда не готова терять своих детей И как бы ни было, что бы ни было, где бы ни происходило Мы становимся не просто птицами Мы становимся орлицами Поэтому, да, было тяжело принять решение Тем более я была в возрасте 45 лет И из своего родного гнезда уехать На тот момент меньшей дочери было 6 лет А средней 18 Никто не знал, что у меня здесь надолго я остановлюсь А что стало последней каплей? Почему такое решение приняли? Последняя капля – это когда уже гибель детей, людей Это очень страшно Вы пережили страшные моменты Правда, что погибли ваши ученики? Да У нас такой был активный мальчик Очень хороший Вот И как раз летом 14-го года мальчика этого не стало Это страшно, конечно Другие детки Вы знаете, что у нас есть горловская Мадонна Под бомбежку попал, да? Да Ну В любом случае Любая пуля, она никогда не спрашивает Ни возраста, ни национальности Ничего Я знаю историю, когда вы повели дочку на первый урок в школу Ну, нас тогда перенесли 1 сентября на 1 октября, да? И как раз 6 лет, и мы пошли в учебное заведение Ну, вот Случился обстрел, и все Это была последняя капля, когда уже мы решили все-таки Ну, сейчас более-менее все хорошо Возвращаться не планируете? Сейчас мы возвращаемся и душой, и сердцем, и мыслями И вот мы скоро поедем Я все равно езжу видеть своих внуков, своих детей Поэтому Да, успокоились Младшая дочь получает уже аттестат Окончив 9 классов Мы пойдем учиться на модельера-конструктора Да, нас поразили модельеры Беларуси Вот Изделия, которые легкая промышленность выпускает Средняя дочь тоже работает Вот Поэтому как бы все утихомирилось Когда мы заняты, а тем более еще когда поем То душа раскрывается Поэтому иногда боль отступает Я знаю, что для выступления вы приготовили какую-то особенную песню Что вы нам споете? Я спою «Где мои берега» Пожалуйста, приглашаем вас на сцену Аплодисменты Когда затянет окна темнотой Которую не разорвать руками Когда весь мир вокруг глухонемой И лучший друг бросает в спину камень Вдруг кажется, что нечем дорожить Судьбы разбитой никогда не склеить И все, что остается, только жить Найдя на свете свой заветный берег Где мои берега совпадают с твоими Может, те берега для нас станут родными Куда кого по жизни занесет Никто в начале этого не знает Какая даль дорогу позовет Бывает, берега нас выбирают Вот так и я живу в потоке дней Вот так и все мы продолжаем верить Что нету больше счастья на земле Найти на свете свой заветный берег Где мои берега Я по миру кочую Где мои берега На какой стороне Где мои берега Спасибо Наталья Анатольевна, а вы нашли свой заветный берег? Думаю, да Ведь был побег никуда А теперь есть дом Какая-то помощь, может, нужна? Ну, помощь Помощь, наверное, всегда Как вы сейчас поддерживаете Наверное, такой помощи И как сегодня Я думаю, что В студии, кто сегодня работал Всем огромное спасибо Я сегодня действительно попала в волшебство И впервые себя сегодня Почувствовала Ну, не сказать золушкой, наверное А самой крутой бабушкой Скажите, вот вы любите петь А вот за 10 лет, наверное, уже познакомились С нашей белорусской эстрадой Может, кто-то нравится Из белорусских исполнителей? Не все нравятся А что-то поете уже, может? Белорусская Стыдно признаться, но Чарка на пасашок На морозе кожушок А за вечерковая Чарка хлопневая Валерий Григорьевич Я вижу, что вас впечатлила Судьба нашей героини Да Я вот заслушался Потому что у меня дома В деревне у меня Российское телевидение И там постоянно показывают Вот эти сюжеты Именно оттуда Откуда героиня приехала И мне это очень близко Я это вижу в подробностях Больно это смотреть? Конечно, конечно Скорее бы это все закончилось Скажите, тогда, может быть Для нашей героини И для нас всех Споете легендарную Беловежскую пущу Тем более, что в этом году Этой песне Исполняется 50 лет Попросим на сцену Заповедная дай Заповедная дай Мне понятна Твоя вековая пуща Беловежская пуща Беловежская пуща Здесь забыты давно Наш родительский кров И услышав порой Голос предков Завучий Серой птицей весной Из далеких веков Я к тебе придаю Беловежская пуща Серой птицей весной Из далеких веков Я к тебе придаю Беловежская пуща Неприметной тропой Пробираюсь к ручью Где трава высока Там, где заросли гущие Как оленик с колен Бью святую твою Родниковую правду Беловежская пуща У высоких берез Своё сердце согрев Унесу я с собой В утешенье живущим Твой заветный напев Чудотворный напев Беловежская пуща Беловежская пуща Твой заветный напев Чудотворный напев Беловежская пуща Беловежская пуща Беловежская пуща Это шоу Добрый вечер И мы продолжаем Сегодня он качает рэп А завтра он придет к вам С проверкой Из Гомеля к нам приехал Виктор Кейко Добрый вечер Здравствуйте Виктор Кроме того Что вы отвечаете За нашу пожаробезопасность Вы еще читаете рэп Откуда такое увлечение? Рассказывайте Он все началось еще В лагере детском Озоровительном Как-то я попробовал Там одну песню прочитать У нас вечером был костер Вокруг мы собирались По концу дня Вышло конечно не очень у меня Хорошо в целом с рэпом Мне сказали Больше никогда не заниматься Тебе понравилось самому? Мне ну Самым эффект толпы понравился Что перед людьми что-то делаешь Вот Но потом со временем Я ну Не остановился на достигнутом Попробовал еще раз И начал получаться Начал участвовать В нашем ведомстве Проходят Конкурсы Творчество Скажем так ежегодно Занял там Третье место Потом второе Потом первое В авторской песне Ну и начал уже заниматься Более массово Люди Дарить пожарную пропаганду Через рэп Потрясающие Мужские бойцовые качества Не останавливаются На вот это Третье место Потом второе Первое Молодец Виктор Давайте посмотрим Как вы работаете Давайте В школе Когда я наручился В классе В десятом Я участвовал В конкурсе Юных спасателей Пожарных Первый раз бежал И занял сразу Первое место Что для меня было Вообще Каким-то Невероятным событием Всем здравствуйте Потом нас повели По экскурсии По пожарной части И как сейчас помню Поразила вот эта техника Пожарная Эти большие автомобили И там еще как рассказывают Что люди приходят на помощь А я всегда такой человек добрый Всегда хочется людям помочь И вот оно все совпало Что я решил попробовать поступить В учреждение образования МЧС Вот здесь у нас оповещателей Мы решили не хватать В девятом В десятом И девятом Помещении Не хватает Я сейчас являюсь Старшим инспектором Сектора надзора И профилактики Боминского района Отдела по чрезвычайным ситуациям В кабинете Естественно Часть времени я провожу Для оформления Результатов Своей работы А так По большей степени Все время Тратится Запкабинетом То есть Это проверка объектов Проверка граждан Часть в различных Профилактических мероприятиях Любая моя работа Любая моя деятельность Безопасность Проблема в том Что ты этого результата Не видишь За все время Моей работы Не было ни одного пожара Но это же результат Страсть к музыке У меня появилась Еще с самого детства И как-то Когда был в детском лагере Был у нас Конкурс самодеятельности И мы с другом Решили Прочитать рэп Так сказать Первый мой рэп Мы там сами сочинили И это был Наверное Самый печальный опыт И все как один Сказали Чтобы я этим Больше никогда не занимался Все как объединяет То, что необъяснимо Когда у кого-то Беды не проходим И в этом сила Она и непоколебима Профессионализм Часть и мужество Несокрушимы Но все изменилось Сейчас я провел Работу над ошибками Наверное Хотелось доказать всем Что первый блин Всегда получается комом И хотел доказать В первую очередь себе На сегодняшний день Я думаю так Достаточно исполнители Которые пишут Про гражданскую Обычную жизнь Я занимаюсь этим Именно с призмом Чез Написано уже более Шести песен Цель для того Чтобы донести Людям В первую очередь Молодежи Основные требования Пожарной безопасности Телефон службы спасения 112 Откройте пожалуйста Пожарный экран Слова каждой песне Пишу самостоятельно У меня как бы все время В голове смысл Если что-то придет на ум Куда-то сделать заметочку Бывает что просто Видишь там На объект Какая-то строчка В голову пришла В заметке ее записал И потом уже От этих строчек Можно дальше развивать Композицию Так чтобы я вот Намеренно пришел После работы И скажу ну все Буду писать песню Такого не бывает То есть это все Приходит вдохновение И по наличию Свободного времени Я этим занимаюсь Сейчас у меня в заметках Есть небольшой фрагмент Спасатель Как оберег Он же спаситель Каждый из братства пожарного Ангел-хранитель И там проигрыш должен быть Пока его нельзя раскрывать Укратители стихии Вытащим из заперти Даже если показалось То что выход не найти И опять проигрыш Конкретно сейчас Работаю над композицией Гим МЧС В эту песню Хочется вложиться максимально Чтобы это было Не просто название Гим МЧС А чтобы она действительно Для каждого спасателя Стала чем-то родным Чтобы они гордились Этой песней Они хотели ее слышать И считали что да Действительно эта песня Отражает всю деятельность спасателя В детстве я смотрел Замечательную сказку Огонь, вода и медные трубы Там рэп уже заранее Был пожарно написан Гори, гори ясно Чтобы не погасло Гори, гори ясно Чтобы не погасло А вы планируете написать Гимн МЧС, да? Да, да, да Обещайте, что когда напишете Примера будет у нас в шоу Соглашайтесь, вы же боец Нет, я-то согласен Но вдруг оно еще будет не так скоро Я вот вас увидела Не знаю Уверена, что со своей работой И профессией Вы точно на тысячу процентов Справляетесь Но наш ведущий подтвердит Нам-то нужны еще таланты У нас же прекрасное шоу есть На телевидении Помимо этого шоу Фактор Бай Вы не думали о том, чтобы поучаствовать? Для меня это просто работа Ну, чтобы было понимание Просто это часть Смотрите, я сейчас работаю В секторе надзора и профилактики Ну, то есть я занимаюсь Контролем за обеспечением Требований пожарной безопасности Субъекта хозяйственного И гражданами А до этого я работал В секторе пропаганды Взаимодействия с общественностью То есть я популяризировал Безопасные жизнедеятельности Через слово, через музыку Это и есть, кстати, профилактика Профилактика, да? Да, получается Такой креативный подход в этом смысле Особенно для молодежи Да, и вот в тот момент Я просто понимал, что, допустим Ну, молодежь уже там лет 7-10 назад Этим начал заниматься И дети, в основном молодежь Они все в мобильных телефонов И самый, на мой взгляд Тогда оказалось Правильный вариант Это общаться с ними Через эту же, ну, стезю На их языке говорить Да, да, да И все И это как бы зашло Людям нравилось И нравится Виктор, а давай вот вживую Проверим твои музыкальные способности Самая рэперская песня какая у нас? Черный бумер, да? Да Качнем этот зал? Давайте попробуем Давайте под боячем, пожалуйста Фактор байк Привет, Катя Давайте, давайте Я вырос на окраине Рабочий городской Парничка в родной керке Буквозь, но ты золотой Парничка непростой И вот все не красавец я А мне навстречу Все девчонки улыбаются Когда подключу Я из дома Выхожу от провод Слышу в машину Улыбнусь И завожу мотор Включаю музыку И разноцветные огни Все вместе Ведь у меня еще не будет Он всегда со мной Ведь у меня еще не будет Быстрый и шагной Ведь у меня еще не будет Лупик золотной И все вместе Чёрный бумер, чёрный бумер Стоси на одни и огни Чёрный бумер, чёрный бумер Если можешь, докажи Чёрный бумер, чёрный бумер Магангон катается Чёрный бумер, чёрный бумер Те, в кого очень нравится Марина, как вы себя чувствуете Исполняя рэп Были такие у вас эксперименты? Вы знаете, я вообще Я снимаю шляпу Я вот настолько Это не мой жанр Но при этом, при всём Я преклоняю колено Когда я понимаю, что Сделано это вкусно, классно И вот качает А вы когда приходите с надзором Вы тоже с рэпом заходите? Или вы строгий всё-таки? Конечно, строгий Я не могу с рэпом Коллеги охотно соглашаются На творческий эксперимент? Или как бы так? Надо заставлять Слушайте, ну вот сколько было съёмок 9 из 10 человек Как бы не очень хотят участвовать Но потом, когда видят результат Съёмок чего? Видеоклипов У меня все песни Они сопровождаются видеоклипами Просто музыку никто не слушает Ну то есть все песни Это видеоролики И коллеги, когда их записываешь Они типа Ой, нет, зачем, не хочу А когда потом получают результат Когда увидят, да, конечно Да, всё, класс, спасибо, что это История А просмотров много? Ну, больше миллиона, наверное Вообще в целом Надо аплодировать Надо вести блог, да Ну что, а на большой сцене выступали вы? Выступали Выступал? Ну, не на такой большой Не на такой большой? Да Что сегодня исполните нам? Кавер песни «Тает лёд» Попросим тогда Виктор Кейко и Кор МЧС Снова пожар горит постепенно МЧС тут никто не заменит Кто же нам дарит эти мгновения Без работы оставить не смеет Кто-то отжёг Мы же отмочим Полосы чёрные будут ярче Казалось бы, что с пожаром покончено Но уже едем другой тушить дальше Горящий тур Путёвки за даром Любой диспетчер их не жалеет Не дороже Но ложкой к обеду Как на войне в это мирное время Завязать господь мы вряд ли сможем Ну а пожарный вызов легко Готовый бежать и оказывать помощь Главное помни наш телефон Если вдруг попал в беду Набирай 112, мы идем Ночи днём с ноль под дождём Всё равно мы на помощь придём Если вдруг попал в беду Набирай 112, мы идём Ночи днём с ноль под дождём Всё равно мы на помощь идём Если вдруг попал в беду Набирай 112, мы идём Ночи днём с ноль под дождём Всё равно мы на помощь придём Если вдруг попал, приду Набирай 112, мой друг Ночи днём с ноль под дождём Всё равно мы на помощь придём Делавные пожары Происходят каждый день Тушим мы огонь И спасаем всех людей Боёвочка моя Так хорошо сидит на мне Спасибо, Ателье, Что подобрали мой размер Я зашел, а ты Одним дом Остались днём Нарто отдаю его врачам Все спасли Дома горят Не оставляй за детей Без присмотра Никогда Вашей бухгалтерии уже готовятся документы На перевод в филармонию Маловероятно Это новое шоу «Добрый вечер» Продолжим сразу после короткой рекламы В эфире телеканала «Беларусь-1» Новое шоу «Добрый вечер» Знакомимся с хорошими людьми А также поём любимые песни И мы продолжаем Ради сцены он сбросил 30 килограмм И из любых четырёх слов он придумывает текст И на музыку может зачитать рэп У нас в студии Дибур Ваши аплодисменты Дибур, как тебе наши спасатели? Чувствуешь конкуренцию? Отлично зачитали, отлично спели Но я всё-таки немножко в другом жанре рэпа двигаюсь Но за это выступление отдельный респект Было очень круто, мне понравилось Спасибо Ты можешь на любые четыре слова придумать сходу текст Это так? Нет, не на четыре Намного больше Намного больше Давайте проведём эксперимент Наши гости напишут по одному слову По-любому Вот любое слово Это всё по-настоящему Начинаем Листика дадите только тогда, когда я выйду на сцену То есть мне слова заранее не показывайте Это фокус такой Только не покажите ему Передаём Итак, слова готовы Дибур просил не читать ему Но я, дорогие друзья, вам покажу Смотрите Ну а сейчас, Дибур, я передаю тебе слова И приглашаю на нашу сцену Вы готовы? Погнали Короче, Eminem был мой кумир Тут сегодня офигенно Блин, навалит Дима Дибур для Eminem тоже стал давно кумиром Красивой мы зачитали, это не баян Ну короче, эти ритмы я всех обаял На баяне тоже мы сегодня реально поиграть До потери пульса будем мы, ребята, тут качать Вау-вау, это право, все сегодня стали дамим на педали И это было круто И люди скажут, Дибур зачитал круто уже в родина Тут вместе с нами белорусская родина Беларусь по связи, Беларусь Сегодня валит и по-любому порой он, ребята, мы динамик Я вместе с вами ловлю это вот так Please stand up, please stand up Полетели дальше, про любви мы зачитали Короче, эти ритмы просто впечатляют Я желаю всем любви и любви всему народу Потому находим на битах вот эту мега-оду Я у меня крепый тянет, мне нужно магнитом Я в этом деле никогда не буду убитый Красок полная агболитра, так и у меня Мы выдаем сегодня очень много огня Вау, давайте зачитаем про маму Когда мама рядом, заживет любая рана На сердце подойдите к мамам и признайтесь в любви Мама, я тебя люблю так сильно, ты меня пойми Никогда не обижайте своих мам Когда мама рядом с вами, то уйдет любой туман Нету милодрам, к вами подойдите ближе Маму никто из нас никогда не обидит Я тут делаю рэп Короче, я читаю грудь и глянь, доктор Дрэп Пользователь самый настоящий, подпишись на канал Мой хипком, офигенно, так уже проканал Пуфигня любая, в этом деле так метель В этом деле самонастояк, пользовая тель На Китай у эту атмосферу, матушка Беларусь Знает то, самый настоящий труп Яу, тут, конечно, оторвется башка Матушка, делаем всегда это адап Что еще за слово написали? Zero? Я понимаю, зачитаю красиво Что это за слово на букву Z не могу прочитать? Какую? Сможете я подсказать, что это такое? Знаю Знаю То, что вместе с вами уже прокачаю Я все слова сказал или не все Короче, мы куролесим уже тут На волне, мне немного жарковато На пол я не упаду И если я не зачитаю рифму, так уже найду Вау Вести со мной слетай Все смотрели, как я выступал на Фактор Бай Это было очень круто, будет круче, тут там много Короче, зачитали рифму мы для народа Все спасибо, что вы сюда пришли Мне говорят, я буду вакет просто под ножны До седьмого бота Было зачитать, это моя забота Короче, я, ребята, все-таки не убегу в лес Я даю респект чуваку из МЧС Он круто зачитал и девчата вместе с ним Но кто номер один, я сейчас пояснил Всем спасибо, друзья Любите мам, любите близких Всем любви, удачи, здоровья на долгие годы Было круто Молодец! 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 Я просто думаю, а что первичнее, мысль или слово? Я ничего не понял, но было круто Друзья, а свои слова слышали сколько раз, кто? У меня раз пять, наверное Да, да, да Какое слово было у вас? Солнышко А у меня лес У меня матушка Матушка Слышали, да? У меня мир Я слышал много раз Все прозвучало Это было очень круто Я даже знаю Виктор, как тебе рэп? Круто, это круто А скажи, вот мы знаем, что ты написал самое сложное из всех Пользователь специально хотел завалить? Да нет, ну что, самое сложное просто Ну, это не просто слово Ну, у нас все простенькие Солнышко, лес А что, пользователь сложное? Мне, кстати, кажется, что слово знаю Нет, я знаю, какое слово сложное Но я его не писал Да, правильно? Да Я думаю, что он готов был бы Любое же слово Ну, допустим, даже если слово сложное Его же можно поставить первым И все Не обязательно на него рифм В условии же не было, что на это слово будет А он даже его и первым использовал И потом еще и рифму на него через Ну, систему сделал, да Друзья, а вот вообще вы видели такое хоть раз? Я вот первый раз такое вижу Я тоже И слышал Это что-то феноменальное просто У меня такой вопрос А скажите, вот первичней все-таки идет мысль или слово? Вот это же параллельно или одновременно? Это очень короткое расстояние от мысли до слова Просто, ну, знаете, как бы вот Ну, я народные песни пою В репертуаре много песен Это же надо все запомнить Слова, тексты, да? А вы это говорите, 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 говорите И у вас прямо ощущение, что это прям, знаете, как... А это у тебя с детства было? Или не заканчивается? Нет, это все развивалось А ты развивался А, то есть это можно развить? Вот у меня много людей спрашивают, можешь ли дать совет Я совет не могу дать, потому что, ну, я не знаю как Это просто надо было захотеть, наверное Это талант Нет, сам рэп-то, он... Я начинал читать с детства Но вот именно такой стиль отточился вот именно к этому времени Это постоянные тренировки Опять же, это дает свои плоды А скажи, как ты относишься к народным песням? К народным? Да Положительно Беловежскую пучу я в детстве слушал еще Она, правда, авторская, но... Она уже народная Она уже всенародная, да У нас в гостях Татьяна Лазовская Солистка ансамбля народной музыки Яседа Ваши аплодисменты Вот мы все обсуждали А вы как-то скромно высказывались Как вам рэп? Прекрасно Я помню просто Тибура на «Факторе» Я вот еще уточнила Я думала, ошиблась Он настолько тогда ярко выступил И поразил публику Я просто вот очень жалела, что не продолжилась дальше Вот эта вся атмосфера Это было просто потрясающе Вот как вы говорите Разно-жанровое исполнение То есть эстрадные песни Мало того, что по стилистике Была разная программа И, конечно, когда он вышел, это был просто разрыв Молодец А может вам дуэт сделать? Да легко Я потренируюсь Надо войти в особую атмосферу И мы, я думаю, будем Споете сегодня для нас? С удовольствием, конечно На сцене Татьяна Лазовская АПЛОДИСМЕНТЫ За рекою, за рехой речка синюю Засплетает под горой куст Калиновый Там на речке вечерком на свою беду Целовались мы тайком с миленьким саду От горячих губ твоих сил не прятаться Обещал ведь по весне ко мне свататься Но Калина отселила, только ягод нет На губах остался лишь поцелуя след Не целуй меня, прошу, ночкой лунною Ночкой лунной я прошу, не целуй меня Не целуй меня, прошу, ночкой лунною Ночкой лунною я прошу, не целуй меня Скоро-скоро по весне будет ледопо Нет от милого вестей уж который год Подскажи, Карина, мне, где его найти Как сердечко девичье от любви спасти За рекой, за рекой, речкой синюю Отцветает под горой куст Калиновый И теперь одна я рву красную ягоду Целовала я тебя за свою беду Не целуй меня, прошу, ночкой лунною Ох, не целуй меня, прошу, ночкой лунной, я прошу, не целуй меня Ох, не целуй меня, прошу, ночкой лунной, я прошу, не целуй меня Народная песня Прекрасная наша девушка исполнила Я вспомнила, знаете, когда делала первые шаги еще на эстраде И как-то мы поехали в один из санаторий в Беларуси С очень известным уже на то время состоявшимся артистом Который любил шансон И у меня в репертуаре было всего три песни Ну, понимаете, для того, чтобы как-то начать концерт Это было 25 лет назад Я выхожу, значит, начинаю первую песню, пою Вторую, красиво, третью пою И мне так из-за кулис администратор показывает, что дрова Что дрова Ну, в общем, артист, который должен был выйти Он не совсем был готов еще выйти после моей третьей песни Так сказать, вот на свое сутное выступление А в репертуаре-то всего три песни Думаю, ну, как бы, вот вроде бы еще по разу спеть можно эти три песни Я начинаю опять первую песню, вторую, третью Я так и понял, да? Да, но потом я понимаю, что как-то уже это не камильфо, неудобно Надо что-то такое пооригинальней Из всех народных песен Это у меня был концерт, я и навызывала концерт Песни трех Ой Почему трех ой? Песня Ой, мороз, мороз Не морозь меня Она так называется, да? Следующая, которая я вспомнила, была песня Ой, цветет калина В поле у ручья Парня молодого Полюбила я Парня полюбила На свою еду Ой Не могу открыться Слов я не найду А третья песня какая была? Ой, то не вечер Ой, то не вечер Да не вечер Ой, мне малым, мороз Спалось Мне малым, мороз Спалось Ой, да, во сне Привиделась Ой, мне малым, мороз Спалось Ой, да, во сне Привиделась Друзья, аплодисменты всех! Так что мы за народную песню Когда этот мальчик считает со сцены, в зале все плачут Сразу после рекламы нас ждут новое знакомство и любимые песни Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер В эфире телеканала Беларусь-1 Новое шоу Добрый вечер Знакомимся с интересными людьми А также слушаем любимые песни И к нам с Бреста приехал Кто? Станислав Мартысюх Школьник, который ведет активную творческую жизнь И, конечно же, покоряет своим актерским чтением Станислав, я сразу хочу показать фрагмент твоего выступления в прошлом году На дне белорусской письменности По-моему, это было в городке, да? Да, верно В зале все плакали Ну вот, что Мишу туляться тут, коли там мама Хипа, можно жить без мамы Неводомая сила подкопила клопчика и кинула наперед Мама! Мама! Пошелся так и крик, что нам и заглушил мотор Много рук скопили Мишу и повели от машины Алло, шо, было поздно Немец с криком Вас! Вас! Выскочу из машины Слово «мама» для его было такое же разумелое, как и для всех остатних Соскочили с машиной и полицайей А ну, давайте сюда и сына! Крикнули яны Затрепетала мать и замахала руками Закричала у роспыши «Не шапайте! Гэта не мой сын! Я совсем не ведаю гэта, как ломшика!» А ли безнадейная наивная спроба Выкликала у фашистов только смех Про сквелину Мать и прахно обдымала и целовала своего Мишку А ему было так добро Так приемно Что не было все тревоги для их скончились И для их настало счастливое житье Александра, растрогал вас, Станислав? Вы знаете, до глубины души я вот еще раз убеждаюсь, какими талантами полна наша страна, наша прекрасная Беларусь Ну, Брест для меня это особое место, это место моей малой родины Поэтому я восхищена и хочу сказать, что, вот понимаете, наверное, актерский дар, он или есть или нет Конечно, в актерской профессии, как и в любой другой, что-то можно отшлифовать Но вот этому не научить, это реально дар от Бога Спасибо вам Спасибо вам Спасибо Станислав, это правда, что твой день расписан по минутам? Да, это правда, такое действительно бывает, когда у меня очень сильно напряженный день И в один день стоит и репетиция, и выступление Иногда даже бывает такое, что мне нужно уезжать в день выступления сразу же в другой город после выступления Такое действительно бывает Сразу хочется вспомнить песню из приключений «Электроника» Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Мы маленькие дети, нам хочется гулять А нам говорят, что катет Короче, не потянулся А я говорю, что хватит Пускал я от этой обузы Наша съемочная группа побывала у тебя в Бресте И, можно сказать, еле поспевала за тобой Давай посмотрим, чем ты еще занимаешься Давайте Я являюсь воспитанником образцовой студии эстетического воспитания «Океан» В студии я занимаюсь уже четыре года вокалом, хореографией, культурой, техникой речи и актерским мастерством В неделю у меня шесть занятий Три из которых основные, где мы поем и танцуем Два из них — это дополнительные занятия по пению Еще одно — это индивидуальное занятие по речи с моим педагогом Валерием Владимировичем Не надо щуриться и рассматривать Потому что у меня, как у зрителя, получается вопрос Либо у тебя со зрением проблемы, либо это манера Так вот эти манерности на сцене нужно убирать На сцене интересна естественность и глубина погружения Педагоги мне говорят, самое главное — это не задирать нос То, что звездная болезнь — это, в принципе, страшно Я с ними тоже абсолютно согласен Ты должен быть естественным, а не артистом, который тут вышел пальцемером, сопли пузырями вперед Из всех моих конкурсов, в которых я участвовал, больше всего я помню живую классику Ну, у меня вообще в жизни все как-то со второго раза И с живой классики я попал в финал и занял первое место со второго раза Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла Мы, увы, со змеями не схожи Мы меняем души, не тела Я считаю, что это стало моим большим началом в творческой жизни Когда я начал выступать на больших сценах, в больших студиях В общем, моя карьера начала расти Я шептал мамочкой и на ухо И чтобы никто не видел моих мужских слез, вытирал их о ее волосы Но когда теплушка тронулась, не выдержал Забыл, что я мужчина, солдат, что кругом люди Множество людей сквозь грохот колес, сквозь бьющие в глаза ветер, закричал Последнее стихотворение Юрия Яковлева мне помогла найти моя мама Я придерживаюсь того, чтобы мама увидела все в готовом результате Чтобы вызвать у нее естественные эмоции Ну а кусочек вот этого вот, что последнее, что мы готовим Мама, ну я хочу у тебя живые эмоции Не надо у меня слезы вызывать Я и так рдаю Совмещать занятия со школой очень трудно Поскольку я учусь во вторую смену, 7 уроков каждый день При этом у меня еще занятия сразу после школы И надо как-то спешить, успевать Это тяжело Центрическая литература Тут ты болел А Ну мало А это что такое? Это я болела Это мне автограф остались Это я болела, это меня не было в школе, правда? Но при этом я занимаюсь своим любимым делом А что ты так тихо? Громче А не бойся Ну вот будешь на припеве мне подпевать Хорошо Мы не знали друг друга до этого лета Мы болтались по свету, земле и воде И совершенно случайно Мы взяли билеты на соседние кресла На большой высоте Мое сердце Остановилось мое сердце Замерло мое сердце Остановилось мое сердце Замерло Молодец! Умничка! Станислав, ты недавно вернулся из Москвы Участвовал в конкурсе чтецов «Живая классика» Хвастайся результатами Конкурс «Живая классика» русская Я в нем участвую второй раз И этот второй раз проходил на Красной площади в городе Москва Я дошел до суперфинала И в суперфинале я стал победителем Поздравляем! Кстати, первым победителем Первым вообще белорусом, кто дошел до Красной площади Еще и выиграл Браво! Браво! Станислав, а как ты отдыхаешь? Вот если так весь день расписан Все так вот прям плотно-плотно-плотно А как ты отдыхаешь? В свободное время от выступления У меня вот так прям вот бывает, что у меня период Вот когда я вот прям выступаю, выступаю, выступаю А потом у меня идет разгрузка Вот как-то может быть месяц, может быть И потом очень сложно на самом деле втянуться в работу Но я подключаюсь, подключаюсь Вот у меня сейчас вот это вот регулярно началось выступление сейчас А скажи, а кто в таком сложном графике тебе помогает? Мои педагоги Александра Евгеньевна и Валерий Владимирович Они помогают мне в работе, то есть пение, вокал, чтение А вот моя любимая мама помогает мне уже с выступлениями Она поддерживает, дает правильные советы Ездит со мной на выступления, тоже там группа поддержки А ты маме чем помогаешь? Я ей стараюсь помогать, когда есть возможности Даже когда нет возможности, я тоже стараюсь помогать Ты же понимаешь, как маме трудно тебя растить одной? Знаю, и поэтому стараюсь помогать ей чаще Но глядя вот на видеосюжет, хочется отметить У вас с мамой такие трепетные чувства Вот матери, сына, такие доверительные отношения Что сейчас в современном мире Это очень редкость большая Когда тем более мальчик И уже мальчик в таком подростковом возрасте У вас видно настолько такая тесная связь душевная У вас прям глаза искрятся, глядя друг на друга И очень чувствуется вот эта поддержка мамы Как ты говоришь, вот эти советы Друзья, между прочим, наша мама в зале Давайте ее покажем Для любого человека это очень важно Знаете, когда самый близкий человек, мама, да? На первых шагах, вот в профессии, в выборе дела по жизни Рядом, и она направляет и поддерживает вас Это такая, знаете, безусловная любовь Берегите свою маму Это ваш ангел-хранитель Да, спасибо маме, что услышала меня Когда я сказала, что я хочу творчество, я хочу на сцену Она не повела меня и сказала Нет, ты не пойдешь петь, это плохо Я ей ходила и на спорт Чего ты плачешь? Все хорошо Я ей ходила на спорт, на шахматы Я сказала, мне не нравится Она прислушалась ко мне Я сказала, хочу выступать на сцену Она подарила, мне дала возможность Да, спасибо Станислав, а часто говоришь маме, что любишь ее? Может, сегодня? Сейчас на всю страну? Да, из-за мероприятий забываю, мамочка Я тебя люблю очень сильно А еще стихотворение, правильно? Да На сцене Станислав Мартысюк, город Брест Юрий Яковлев Сердце земли Я никогда не называл свою мать матерью, мамой У меня для нее было особенное слово Мамочка Даже став большим, я не мог изменить этому слову У меня отросли усы, появился бас Я стеснялся этого слова и на людях произносил его чуть слышно В последний раз я произнес его на мокрой дождя платформе В давке, под звуки тревожных гудков паровоза Под громкую команду По вагонам Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью Я шептал мамочкой ей на ухо И чтобы никто не видел моих мужских слез Вытирал их и ее волосы Но когда теплушка тронулась, не выдержал Забыл, что я мужчина, солдат, что кругом люди Множество людей, сплошь грохот колес Сплошь бьющий глазоветер закричал А потом были письма И когда приходило письмо от мамы Не было ни бумаги, ни конверта, ни номера полевой почты, ни строчек Был только мамин голос Который я слышала даже в грохоте орудий А дым землянки касался щеки, как дым родного дома Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о елке Оказывается, в шкафу случайно нашлись елочные свечи Короткие, разноцветные, похожие на точные святые карандаши Их зажгли Из хиловых веток по комнате разлился ничем не сравнимый аромат стерина и хвои В комнате было темно И только одни блуждающие огоньки разгорались И тут склогасли И мерцали золоченые грецкие орехи Потом оказалось Что все это было легендой Которую умирающая мама сочинила для меня в ледяном доме Где стекла были выбиты взрывной волной А печки были мертвы И люди умирали От голода, холода и осколков И она писала из ледяного блокадного города Посылая мне последние капли своего тепла Последние кровинки А я поверил легенде Держался за нее За свой неприкосновенный запас За свою резервную жизнь Был слишком молод, чтоб читать между строк Я читал сами строки Не замечая, что буквы были кривыми Потому что их выводила рука Лишенная сил Для которой перо было тяжелым Как топор Мать писала эти письма Пока билось Сердце Спасибо Браво, браво Спасибо Станислав Я хотела спросить А вот как ты справляешься с эмоциями Когда вот ты видишь зал и рыдают Слезы на глазах у зрителей Как внутри ты себя сдерживаешь Я вот недавно говорил Что на интервью Что я очень люблю Общаться с залом Смотреть каждому в глаза И я питаюсь Эмоциями зрителей Вот я отдаю И получаю в два раза больше И получаю от этого Максимальное удовольствие Комфорт И рад своим выступлениям И у меня вот всегда после выступлений Вот только позитив Радость И хорошее настроение Ты получаешь, но ты и отдаешь Мы это чувствуем Да, я отдаю Но получаю взамен в два раза больше Желаем тебе творческих успехов Спасибо Это шоу «Добрый вечер» Приглашаем на сцену Николая Гомерова Из Фаниполя Подними глаза В рождественское небо Загадай все то О чем мечтаешь ты В жизни за тебя Я так счастлив не был Для тебя одной Их так любишь ты Эти белые цветы Я люблю тебя до слез Каждый вздох Как первый раз Вместо лжи красивых фраз Это облако из роз Это облако из роз Лепестками белых роз Наши ложи состилю Я люблю тебя до слез Без ума люблю Белизной твоей Манящей белой кожи Красотой твоих Божественных волос Восхищаюсь я Ты мне всего дороже Все у нас с тобой Только началось Я люблю тебя До слез Без ума люблю Скажите, для кого вы сейчас пели? Это песня моей любимой жены Аплодисменты, дорогие друзья Я ее исполнял На нашей свадьбе И это было Для меня настолько торжественно И супруга моя Ну, это ее самая любимая песня И в моем исполнении Она всегда вот Скажите, как ее зовут? Юлия Может, передадите привет Прямо сегодня в эфире? Дорогая моя любимая супруга Спасибо тебе огромное За двух деток К сожалению, сейчас Наша доченька приболела И ты сейчас Заботливо ухаживаешь за ней Но вот сын Здесь находится у нас в студии Вот, я Тебя очень сильно люблю И надеюсь, что я буду Удохновлять своим творчеством Спасибо тебе А кроме Репертуара Александра Серова Пойдете еще что-нибудь? Да, у меня В основном я люблю Итальянскую классику Такой вот есть стиль Классика-кроссовер Мне нравится Андрея Бачели Луча на повороте Да Не слабо Александра Софина Ну и наши, естественно Тоже Александр Градский Очень Мощные голоса На вот этой музыке Я воспитывался Давайте посмотрим Как вы работаете Ну, профессию пришел я постепенно Начал с монтера пути Затем отучился На железнодорожно-строительную технику Отработал Машинистом на контактных сетях Пришел в локомотивное депо Отучился тепловоз-электровоз Поработал в грузовом движении Сейчас работаю В пассажировском движении Сегодня я работаю на международных поездах Брест-Москва Москва-Калининград Наши белорусские сообщения Различные пассажирские поезда Поэтому Работа интересная Разнообразная Мои обязанности входят Приемка локомотива Я, как и штурман Слежу за дорогой Подсказываю машинисту Осматриваю Электрооборудование Приборы безопасные Отсматриваю Систему пожаротушения Ну и чтобы был чисто порядок Разные бывают трудности Бывает такое, что И деревья падали Когда буря, ураган Даже молния ударяла В контактной сети Все здесь сверкало, блестело Когда ты дома сидишь Смотришь в окно И говорят оранжевый уровень Это одно А когда ты едешь в движении На скорости 140 То совсем по-другому Это ощущается И приходится какие-то Принимать решения Как я только пришел сюда В локомотивное депо У них уже здесь был В творческой свой коллектив Я познакомился с этими ребятами Сначала собирались Каждые сольно репетировали А потом это объединили в группу Назвались специфическим Железнодорожным названием Экстренное торможение Все машинисты, все помощники Никто не имеет музыкального образования Но у всех объединяет одно Это увлечение музыкой В конкурсах, когда я участвовал Ездил по нашей прекрасной стране Уступал Конечно, встречал И наших знаменитых людей Познакомился С нашим великом композитором Эдуардом Семеновичем Ханком Который очень был таким нам наставником Подсказывал, как, что лучше Давал такие советы отдельные Ну, а творчество вдохновляет Это красивые пейзажи Очень интересно весной Выезжаешь с Минска Тут все снегом заметено Приезжаешь в Брест А там уже сады цветут Не зря великие композиторы Жили всегда в хороших, красивых местах Когда это все видишь Тогда выливается это все В какое-то творчество Приезжаю домой Душа радостная Отключаешь микрофон Красивая природа Она вдохновляет Вот этот сертификат Открыл дорогу в творчество Мы ездили с акцией Мы вместе по всей Беларуси Отъездили более двухсот городов Это была очень огромная практика Мы выступали на профессиональных площадках С оркестром Запись клипов Это очень такая практика хорошая Всем бы пожелал Чтобы у каждого артиста Сбылась такая мечта У меня двое детей Дочки три годика Сын уже в пятом классе Я смотрю Вот он играет Или сидит за компьютером Он все время напевает что-то Я себя вспоминаю Гварда фрича Матина Скажите, а хотите вы, чтобы ваши детки стали артистами? Я хочу, чтобы они, во-первых, стали людьми Это самое важное Если, конечно, будет мой сын певцом Я буду только приветствовать Будет он футболистом станет Вдруг его там в эту стесию в спорт Тоже буду приветствовать Главное, чтобы были людьми хорошими Так и хочется запеть Постой, паровоз Не стучите колеса Кандука нажми на тормоза Я к маменьке родной С последним приветом Спешу показаться на глазах Друзья, а не ошибся ли наш Николай С выбором профессии? Может, ему на сцену, а? Нет, не ошибся Я хочу спросить о Александре Гайдук Понравился вам наш герой? Что главное? Вот когда я смотрю просто на людей Поскольку мы вроде бы как на сцене И наша миссия артистов нести Светлое, доброе, разумное, прекрасное И, наверное, самое главное Вы знаете, когда люди Может быть, они занимаются по жизни Какой-то иной профессией Как профессией как таковой Но в любом случае Когда в них есть вот эта творческая искра Поверьте, рядом с ними Всегда все будут здоровы Рядом с такими людьми Всегда все будут счастливы Их дом всегда будет наполнен радостью Благополучием Потому что есть то, что не купишь за деньги Вот есть такое слово Хорошие люди И наш герой правильно сказал Для меня самое главное Чтобы мои дети выросли людьми Хорошими людьми А потом уже все остальное Поэтому вот я это так чувствую Спасибо, что вы есть Спасибо, что несмотря на вашу сложную Очень ответственную профессию Машиниста Вы оставляете для своей вот души Для частички души Вот это пространство для творчества Вот это умение радовать своих близких И любить их Спасибо Я к чему спросил Нравится или не нравится Потому что нет ничего более подготовленного На телевидении Чем легкая импровизация На сцене Александра Гайдук С песней Серьезно? А он мне нравится Вот к чему А вот к чему А я думаю К чему вы клоните А я тут философствую Уже? Уже Мне говорят Он маленького роста Мне говорят Одет он слишком просто Ну я б так не сказала Мне говорят Послушай этот парень Тебе не пора Тебе не пора Но Он мне нравится 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 И для меня на свете Друга лучше нет А он мне нравится 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 И это все Что я могу Сказать в ответ А он Мне нравится 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 И для меня На свете Друга лучше нет А он Мне Нравится 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 И это все Что я могу Сказать в ответ Признаться вам Сама не Понимаю Зачем О нем Так часто я вздыхаю И почему мне светит только солнце В твое оконце, понимаешь? В твое оконце Теперь вы А он мне нравится И для меня на свете друга лучше нет А он мне нравится Я могу спасать в ответ А он мне нравится Нравится, нравится И для меня на свете друга лучше нет А он мне нравится Нравится, нравится И это все, что я могу Сказать в ответ Александра Гальдук Спасибо, спасибо, дорогие друзья Нравится, нравится, нравится Нравится С другом лучше нет А он мне нравится Нравится, нравится Нравится И это все, что я могу Сказать в ответ А мне нравится Именно так говорит наша следующая героиня Когда ее спрашивают Зачем она едет 80 километров Туда-обратно за песней Сразу после рекламы Нас ждут новые знакомства И любимые песни Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер В эфире телеканала Беларусь-1 Новое шоу Добрый вечер Знакомимся с интересными людьми А также слушаем Любимые песни Наша следующая героиня Которая давно привлекает нас Своим красивым Шикарным костюмом Ее зовут Юлия Бурачонок Из Островца Здравствуйте Юлия, добрый вечер Расскажите, пожалуйста, про свой костюм Вы каждый день так ходите Или только на особые случаи? Нет, мы выступаем в этих костюмах Казачий костюм С яркими элементами Обязательно в нашем образе Должен быть собран пучок Это табу Не должно быть длинных сережек Обязательно должен быть Сдержанный собранный наряд А где вы выступаете? Мы выступаем с народным вокальным ансамблем Министрели Государственное учреждение Дворец культуры города Молодечно У нас есть свой коллектив Мы с ним выступаем Не только в нашей стране Но и в Российской Федерации Нам очень нравится Казачья культура Песни Не только казачьи народные Это завораживающая красота Мелодика этих песен Это такая мощная энергетика Которую ты получаешь сам От исполнения этих песен Но и передаешь зрителю Я сразу вспоминаю песню Казаки в Берлине Слова написал Цезарь Саладарь Он был участником Великой Отечественной войны И был также военным корреспондентом Присутствовал на акте подписания Безоговорочной капитуляции Фашистской Германии Это было в ночь на 9 мая А на утро текст уже был готов Споем эту песню По Берлийской наставой Коньи шли на водобой Шли потряхивая гривой Коньи дочеки Раскрывает вертовой Ребята не впервой Нам поисканит казачьи Где чужой реки Казаки, казаки Едут-едут по Берлину Младшие казаки Казаки, казаки Едут-едут по Берлину Наши казаки Юля, скажите, а кто вам помогает? Сегодня со мной в студии Народный вокальный ансамбль Министрели Государственного учреждения Дворец культуры Города Молодечно Юля едет на репетиции 80 километров туда-обратно На репетиции своего Любимого ансамбля Министрели Наша группа Побывала у вас В гостях Посмотрела, как вы живете И проделала вместе с вами Это путешествие 80 километров за песней Пожалуйста Родилась в городе Молодечно Петь я начала еще в детском саду Музыкального образования у меня нету Но получилось так, что связала свою жизнь с медициной В 2022 году я приехала в Островец за своим мужем Устроилась работать в Островецкий центр гигиены и эпидемиологии Помощником врача-гигиениста отделения надзора за белорусской атомной электростанцией Работа очень интересная Одной из важных задач в отделении надзора за белорусской атомной электростанцией Является проведение радиационно-гигиенического мониторинга В зоне наблюдения белорусской атомной электростанции Радиус которой составляет 12,9 километров. По данным, ничего у нас не превышает. Также ежедневно осмотрим результаты лабораторных исследований. Особенно мне нравится ездить по району, отбирать пробы. Пирода здесь очень красивая. Здравствуйте, Вячеслав Вацлавович, я вам принесла графики. У меня есть некоторые вопросы. Никогда не думала, что из Минской области перееду в Гродненскую. Здесь очень приветливые люди, очень тепло принимают. С переездом в Островец все стало немножечко сложнее. Прав у меня нету, сама ездить за рулем я не могу. Приходится просить мужа. Неважно, за сколько километров бы я ни находилась от своего коллектива, я все равно буду рядом с ним. Это уже моя часть жизни, я отказаться уже от этого, наверное, не смогу. О! Привет! Кто пришел? Привет, привет! Привет, малышка. История встречи с Александром Николаевичем, важником, была очень интересной. Я шел по ДК, какое-то выступление было, и я такой иду, и так думаю, ух ты, какой голос, какой тембр, и как ужасно поет. Кто это интересный? Ну и вот, что из нее по итогу выросло. Для наших гостей из замечательного фильма «Стиляги». Я встретила свою судьбу. Мы познакомились в школе. Восемь лет назад постоянно меня поддерживает. Говорит, тебе нужно заниматься только музыкой, не бойся, иди вперед, никогда не опускай руки. Я благодарна судьбе за то, что встретила такого человека. Я с первого дня поддерживаю Юлию. Я считаю, что, чтобы развиваться и достигать каких-то высот, нужно что-то делать. Даже через силу выходить из зоны комфорта. И тогда, спустя вот два, может, пять лет, ты вернешься назад и скажешь, ну, само себе спасибо, что я тогда попробовала, добилась результата, и у меня все получилось. Самый яркий, самый запоминающийся конкурс – это «Молодые голоса Отечества» в 2023 году, где я заняла первое место. Большую часть своего времени отдаю конкурсам именно связанные с патриотической песней. Вы памятью хранимы, останетесь живыми, пройдет через века парад победы бессмертного полка. Ну что, друзья, давайте посмотрим, не зря ли Юля ездит на репетиции. Пригласим на сцену народный вокальный ансамбль Дворца культуры «Молодечно» Менестрели. Варенька 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что скажете, друзья? Не зря Юля едет 80 километров туда-обратно за песней. Как выступление? Зажгли мы знатно, да? Молодец! Молодцы! Марина, а как вам выступление? Вот вы сейчас сказали, не зря 80 километров. Да, конечно, не зря. Потому как есть любимая работа, а есть любимое дело. Человек светится. Кстати, сцена очень любит вас. Вы очень фотогеничные. У вас очень обаятельный, красивый образ. Всё правильно по традиции. И самое главное, что она отдыхает. Явно ведь она отдыхает душой. Она туда рвётся. А душа, она всегда хочет быть счастливой. Поэтому всегда рвётся туда, где счастье. А счастье её, видимо, в том замечательном коллективе. Поэтому километры здесь не страшны. Ребят, пойте, пойте. И спасибо вам огромное за то, что вы сохраняете, поёте традиции казаков. Это немаловажно. Поэтому вперёд и с доброй песней. А вы знали, что они ваши поклонники? Они вас очень ждали. Спрашивали, будете или не будете? Они очень обрадовались, когда узнали, что вы сегодня будете. Мне очень приятно. И ещё хочу сказать, что вот как раз, когда я смотрела видео, правда, вот Гродненская область, я очень вообще, вообще люблю, когда у меня гастроли по Белоруссии. Вот Гродненская область, она тоже мне очень тепла, любима, потому как, конечно, зритель просто фантастически тёплый, поющий, откликающийся. И я всегда с удовольствием приезжаю в Белоруссию на гастроли. Я, между прочим, тоже в Гродненской области. Видите, как? Значит, придёте ко мне на концерт. Я вас не видела. А мы всегда с удовольствием слушаем Марину Девятову и приглашаем её на сцену. Пожалуйста. Спасибо. Я, если можно, буквально вот прям ещё минутку. Я хочу поблагодарить за приглашение. Я хочу пожелать программе «Добрый вечер», чтобы это уже стало хорошей традицией телезрителям встречаться с программой. Я хочу поблагодарить всех участников. Мне кажется, у нас был замечательный, добрый, душевный очень стол. И пусть программа имеет долгие-долгие, многое лето. И дай бог, дай бог, чтобы всё у вас было хорошо. Спасибо огромное. Ой, то не вечер, то не вечер, Ой, мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Ой, да во сне привиделась. Мне во сне привиделась. Ой, будь так, ой, мой вороной. Ой, разыгрался, расплясался, Разрезвился подо мной. Ой, да разыгрался, расплясался, Разрезвился подо мной. Моя словы догадлива бы. Он сумел сон мой разгадать. Ой, пропадет он, говорил. Твоя буйная голова. Ой, да пропадет он, говорил. Твоя буйная голова. ПЕСНЯ Ну а на этом все. Хотите стать участниками нашего шоу? Свяжитесь с нами. С вами был Денис Пацевич. Ещё раз всем добрый вечер. И пусть останется тепло от нашей встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!